Пчелиный бальзам или дикий бергамот это очаровательная монарда. Род однолетних или многолетних травянистых растений семейства губоцветные, яснотковые. Родина дикорастущих видов Северная Америка. Род монарда назван в честь Николаса Баптиста Монардоса, испанского врача и ботаника, который в XVI веке впервые стал описывать американскую флору. Монарда является еще и известным лекарственным растением. Монарда в дизайне сада охотно используется ландшафтными дизайнерами. Одно из главных достоинств монарды то, что это быстро растущее, неприхотливое многолетнее растение. Даже небольшой кустик за один сезон вырастает в крупное заметное растение и становится полноправным украшением любого цветника. Пчелиный бальзам или монарда добавит высоты и текстуру цветникам. Строенные кусты монарды не разваливаются и выглядят привлекательно даже вне периода цветения. Монарду используют для композиций в садах природного стиля, стиля русской усадьбы. Монарда придется к месту в смешанных клумбах, бордюрах, цветочных контейнерах и роботках. Благодаря тонкому и душистому аромату монарда завоевала большую популярность у любителей ароматных трав и специй. Уже в 19 веке монарда стала известна по всему миру как садовый бергамот или лимонная мята. И еще немного ботаники и описание этого растения, способы размножения и примеры использования монарды в дизайне сада. Разновидность рода монарда включают однолетние и многолетние прямо растущие травянистые растения. Высота колеблется от 20 см до метра двадцати в зависимости от вида и сорта. Тонкие зазубренные листья расположены супротивно на квадратном стебле длиной от 7 до 14 см. Цветки трубчатые с узкой верхней и более широкой нижней губой. Цветки одиночные, но у некоторых культурных форм махровые с мужскими и женскими органами. Соцветия формируются на верхушке стебля или выходят из пазух и представляют собой густые скопления цветов с листовыми предсветниками. Окраска цветков меняется в зависимости от сорта. У диких видов красные, розовые и светло-фиолетовые цветы. Окультуренные виды имеют ярко-красные, розовые, бледно-пурпурные и другие оттенки. Монарды вписываются в различные стили садового дизайна на дачных участках, в том числе в оформлении декоративных огородов. Если опыление садовых и овощных культур для Вас является вопросом важным, посадите несколько кустиков возле огорода или садовых кустарников и деревьев. Посадка рядом с дорожкой позволяет наслаждаться яркими цветами и ароматом монарды, а также множеством бабочек, которых они привлекают. Это медоносные растения, привлекающие не только пушистых шмеликов и бабочек, но и ос, пчел и других насекомых. Поэтому при посадке в качестве бордюра вдоль садовых дорожек или детских площадок необходимо учитывать эту особенность растения. Монарду можно высаживать небольшими или объемными группами. Для получения однородной волны цвета высаживается несколько растений одного сорта, для эффекта радуги – несколько групп разных оттенков. Невысокие сорта идеально подходят для небольших участков в саду, в рабатках перед домом и в альпинариях. Пчелинный бальзам прекрасно смотрится в декоративных контейнерах, оконных ящиках и кашпо. Монарда может успешно расти практически в любом солнечном саду с различными декоративными культурами. Это универсальное растение, которое хорошо сочетается и с многолетними травянистыми культурами, и с кустарниками, и с декоративной листвой. Прекрасное сочетание с пестрыми флоксами, лилейниками, хорошо будет смотреться на фоне эхинацеи. Немного скажу еще о размножении. Гибридные монарды размножают вегетативно, но если есть желание поэкспериментировать, можно посеять собранные семена и понаблюдать за развитием полученных растений. Выделяя наиболее интересное монарду сортовую и гибридную, можно вырастить и из купленных семян. При этом черенкование и деление куста – это гарантированный способ размножения для сохранения сортовых особенностей. Зимуют монарды без укрытия, неприхотливы, почву предпочитают влажную и дренированную, и желательно солнечное место. И немного сортов в качестве примера. Монарда Петти Делайт. Низкорослый, компактный сорт, высотой 30-40 см. Отлично смотрится в контейнерах. Цветки ярко-лавандово-розовые, в крупных густых соцветиях. Цветение в июле-августе. Листья зубчатые, блестящие, темно-зеленые, длиной до 5 см. Ароматные. Сорт устойчив к мучнистой росе. Место предпочитает солнечное или полутенистое. Далее Монарда Сноу Куин или Сноу Квин. Цветки почти белые, с легким розовым оттенком, который усиливается в процессе цветения. Цветение также в июле-августе. Листья также зубчатые, блестящие, серовато-зеленые, длиной до 5 см. Этот сорт также устойчив к мучнистой росе. Высота 1,2 м. Далее Монарда Гибридная Пепер Лейс. Цветки охридно-фиолетовые, со светло-фиолетовыми предцветниками. Очень интересное, эффектное, ароматное растение. Листья темно-зеленые, пахнут мятой. Растение очень хорошо. Разветвленное, пышное, высотой 30-40 см. Далее Монарда Фаербол. Низкорослый, компактный сорт, высотой около 50 см. Цветки рубинокрасные. Цветения очень обильные. Все растения и листья, и цветки, и стебли ароматные. Прекрасные растения для контейнерного выращивания. Далее Монарда Бьюти оф Кэпхэм. Цветки бледно-розовые, окруженные фиолетовыми предцветниками. Листья пурпурно-зеленые. Сорт имеет награду за садовые заслуги от английского королевского садового общества. Далее Монарда Шнеевитхен. Или Сноу Уайт, или Сноу Мэйден. Цветки кремово-белые, очень эффектные, собранные, соцветия, напоминающие корону. Также все растение ароматное. Очень красивая белая Монарда. Далее Монарда гибридная Пинк Лейс. Низкорослый сорт высотой 45 см. Цветки розовые с фиолетовым центром. Очень эффектные, ароматные. Листья пахнут мятой. Подходят для выращивания в горшках, и этот сорт хорош для срезки. Далее Монарда гибридная Кренбери Лейс. Растения очень компактные, отлично подходят для выращивания в горшках. Цветки фиолетово-розовые, обильно цветущая Монарда. Листья пахнут мятой. Далее Монарда Би Хэппи. Цветки ярко-красные, сцветения очень обильные, в июле-августе. Листья ароматные, как и у всех Монард, могут использоваться для заваривания чая. Растение компактное, ветвистое, густое, высотой 35-45 см. Хорошо также подходит для контейнерного выращивания. Сорт устойчив к мучнистой росе и предпочитает солнечное место, как и все Монарды. Далее Монарда гибридная Пинк Суприм. Цветки насыщенно-розовые, очень эффектные, ароматные, в плотных соцветиях мутовках. Листья темно-зеленые, с ароматом мяты. Высота 35-45 см. Также подходит для выращивания в контейнерах, так как невысокая Монарда. Хорошо стоит в срезке. Сорт более устойчив к мучнистой росе, чем другие сорта. И Монарда Ред Шейдс. Цветки ярко-красные, с крупными предцветниками. Цветение очень обильное, с середины до конца лета. Листья ароматные, также используются для заваривания чая. Высота растения 90 см. И этот сорт также устойчив к мучнистой росе. Сортов Монарда значительно больше, чем я перечислила, конечно. И можно подобрать сорт или гибрид желательной высоты и окраски для любой садовой композиции. В любом случае, стоит обратить внимание на это красивое и полезное растение. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Красивого сада. До новых видео. Пока!